МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лекко – город в северной Италии, на левом берегу реки Адды, при выходе ее из озера Кома. До 1000 года до Рождества Христова маленькие группы кельтов эмигрировали на эти земли, возможно, с целью торговли, чем и заложили фундамент для распространения здесь своей культуры. История этого места начинается за 1000 лет до Рождества Христова. Не могло такое чудесное место оставаться незаселенным. Считается, что сюда небольшими группами первыми эмигрировали кельты. Они хотели здесь торговать, тем самым и заложили фундамент для будущего городка. Как город, это поселение оформилось уже предримскую эпоху. Но своего расцвета город достиг средние века, когда присоединился к Миланскому княжеству. Именно в тот период и был заложен формат города, который в общих чертах сохранился до сегодняшнего дня. Мы отправляемся в Лекка. Город был основан в предримскую эпоху, но настоящего расцвета он достиг средние века, когда вошел в Миланское княжество. Именно в этот период город приобретает тот вид, которым мы можем любоваться сегодня. Самый старый памятник Лекка – это мост от Сеони Висконти, построенный в 1338 году для соединения города с Миланским княжеством и состоящий из длинной серии арок. Порт города, построенный императрицей Марией Терезией, до сих пор является торговым сердцем города. В 1799 году, ко времени прибытия в Италии русских войск, это был итальянский поход Суворова, у Лекка был расположен левый фланг французской армии генерала Шрера. Князь Багратион, преследуя передовые войска неприятеля, 15 апреля подошел к Лекка, который оказался уже занятым французским отрядом. Бой у Лекка доставил Суворову необходимые для дальнейших его операций сведения о положении левого фланга французских войск. Вот уже много веков подряд Лекка – это один из крупнейших промышленных центров Италии. Он является сердцем всей провинции. Город тесно связан с литературным миром, благодаря шедевру писателя Александра Монзони «Обрученное», написанным в 1827 году. Небольшие поселки с характерными для озерной местности каменными домами, теснящимися вдоль берега, а также известны своей красотой курорты мирового уровня, продолжают хранить вековое очарование, благодаря которому еще в старинные времена путешественники не могли не посетить их на пути в Альпы. Территория озера Кома является одним из старейших районов индустриальной Италии и имеет богатую историю в таких отраслях, как производство шелка, мебели, кружева и стекла. Старейшей отраслью для области Лекка является и обработка металлов и железа. Гурманов здесь ждет знакомство с тремя местными кухнями – озерной, основным блюдом которой является рыба, горной, считающейся древнейшей и основанной на каше из кукурузной муки, а также кухней района Брианцы, характерной чертой которой являются сытные мясные блюда. Благодаря тому, что Альпы создают здесь естественную защиту от северных ветров, климат в этой местности отличается мягкостью и теплотой. Городок этот находится рядом с живописным озером Кома, которое славится не только природой, но и городками на берегах, похожих на сказочные застройки из-за своего средневекового стиля. Мы отправляемся в Лекко. Не многие знают об этом городке, но когда самолет заходит на посадку в аэропорт Милана, многие смогут рассмотреть его с высоты чуть более птичьего полета и восхититься его красотой. Я тоже решил вернуться сюда, но уже на поезде. Еще когда наш самолет рейса Рига-Милан заходил на посадку, я заприметил большое и красивое озеро, по всему периметру которого расположились городки. Какие же они симпатичные с воздуха. Поэтому я решил обязательно сюда приехать. Судя по карте, наиболее крупным и расположенным в наиболее красивом месте является Лекко. Оказалось, что до него от Милана всего 50 километров. Если ехать на скоростном поезде всего с одной остановкой, то время в пути составит 40 минут. Почти у самого Лекко начались красоты неописанные. Огромной высоты скалы, у подножия которых располагаются городки и деревушки. Некоторым местным жителям было не лень забираться жить на верхушке таких гор и холмов. А внизу река, вытекающая из озера. Мне всегда хотелось увидеть жизнь людей и самому побывать в подобном а-ля швейцарском городке. Вот его структура. По периметру скалы. В центре озеро. А между камнями и водой лежит сам городок. Туристов тут немного, так что я свои видеокамеры вызывал интерес у местных жителей. Одна компания от избытка чувств даже спросила, «Журналисты? Си?» Я ответил, «Си». Побродив немного по улочкам, я решил побыстрее выбраться на набережную. Как же тут замечательно. Вокруг скалы. Перед тобой раскинулось озеро. Комфортабельная набережная. Дорожки для гуляющих и велосипедистов. Масса деревьев и множество скамеек. Я решил поснимать картинки с одного очень удобного, но немного неожиданного для меня места. Пансионата для пенсионеров. Тут и бассейн, и искусственный пляж, и спортивный корт. А какой тут превосходный воздух. И ни один человек не сказал ни слова против того, что и зашел на частную территорию. У нас бы уже давно охранники набежали. Вдоль извилистой набережной шла такая же извилистая дорога, повторяющая контуры набережной. И домики здесь такие красивые. С другого берега хорошо читались надписи. Отель, пансионат и снова отель. Несколько парней отправились на тренировку на узких байдарках. А те, кто решил побыстрее перебраться на другой конец озера, отправлялись туда на лодках и катерах. В самом центре города располагается Домский собор с очень примечательной колокольней оригинальной архитектуры. Она шикарно смотрится на фоне окрестных гор. И видно ее практически из любого района города. Кстати, несмотря на свои непримечательные в кавычках размеры, в городе имеется все необходимое для жизни. Это масса коммерческих банков, театр, бутики известных мировых брендов, супермаркеты, вокзалы, библиотеки, школы и кучи других заведений. А судя по афишам, и мировые знаменитости включают Лекко в свой гастрольный тур. Местность эта застроена довольно плотно. Здесь преобладает чистая и дикая природа. Всюду можно видеть пансионаты и отели, дома отдыха и санаторий. Тут множество вилл и загородных домов. Домики в городской черте буквально налеплены друг на друга. Они умудряются разместиться на небольшом пространстве между, собственно, озером Кома и огромными скалами, которые расположились вокруг. Иногда возникает ощущение, что это не в Италии, а в Швейцарии. Хотя отсюда до нее практически рукой подать. Бояш, бояш! Тут така ни разу, где не был. Бояш, бояш! Где радуга и синее небо. Бояш, бояш! 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 Продолжение следует...